На перроне железнодорожного вокзала Владивостока настоящий ажиотаж. Сотни людей, журналисты и политики крупного калибра. Среди выступающих с торжественной речью был замечен даже начальник дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин. И то, что сегодня внимание к Дальнему Востоку повышено со стороны руководства компании российских железнодорог, это ощущается. И мы, конечно, должны оправдывать. 68 миллиардов рублей за два года мы должны освоить инвестиционный средств. И стало хорошей традицией в Приморье, что мы собираемся по таким хорошим поводам. Ну а что же это за повод, догадаться было нетрудно. Прямо на путях стоит совсем новенький, с иголочки электропоезд. Самый современный в стране. 586 посадочных мест, все сидения эргономичные. Шесть вагонов оборудованы системой по подъему маломобильных пассажиров, так же, как и санитарные комнаты. В тамбурах, как в Европе, крепление для велосипедов. Все это направлено на то, чтобы здесь сделать привлекательную жизнь для всех приморцев. Свеженький электропоезд будет ходить по 10 маршрутам из приморской столицы в Смолениново, Кипарисово и Артем. И, конечно, обратно с различными остановками. К слову, это первый из трех электропоездов, которые будут поставлены в Приморье по поручению президента России Владимира Путина. С предложением об обновлении подвижного состава пригородных электричек к президенту обратился глава региона. Ну а перед отправлением он зашел в кабину к машинисту и с интересом разглядывал контрольную панель, а также приободрил экипаж перед первым рейсом на новом транспорте. Где она у тебя свистит? Чего там нажимать надо? И вот поезд отправился в свое первое путешествие. На нем решили прокатиться не только журналисты, но и политики, должностные лица РЖД и простые граждане. А наша съемочная группа осталась на перроне, провожая новую электричку в добрый путь. Олег Завьялов, Евгений Черемхин, Алексей Заровный. Новости на восьмом.